Доброй ночи, дорогие друзья, дамы и господа, подписчики и гости канала. Сегодня понедельник, 16 августа 2021 года. Я вас приветствую из Брюсселя и мы продолжаем говорить о политике. Сегодня я решила выйти с вами на связь в эти ночные часы в надежде, что кто-то из вас не спит так же, как и я, и мы сможем продолжить обсуждение темы Афганистана. Как вы знаете, вчерашний день, 15 августа, вошел в историю, как день коллапса светской власти в этой стране, день бегства президента Ганни, день прихода к власти движения Талибан. И надо сказать, что все эти события произошли из-за эвакуации американцев, из-за их отхода из Афганистана, в котором они пробыли 20 лет, в котором они присутствовали, скажем так, 20 лет. Сейчас события продолжают развиваться по весьма бурному и непредсказуемому сценарию. Президент Трамп дал крайне негативную и резкую оценку тому, что произошло. Я выложу точную цитату с тем, что вы могли прочесть слово в слово, то, что он написал, то, что он сказал. Он обвинил Джо Байдена в этом коллапсе, в этом колоссальном провале. Он написал, что из-за Джо Байдена этот день стал легендой, поскольку то, что произошло, войдет в историю Соединенных Штатов как одно из самых больших поражений. Это горькие слова, но это правда, это действительно колоссальное поражение, потому что сейчас в Афганистане 3,5 миллиона беженцев, которые не верят Талибану, которые опасаются за свою жизнь. Это те люди, которые сотрудничали с западными странами в той или иной степени. Эти люди и их семьи, надо сказать, что они уходят из Кабула пешком, они едут на машине, колоссальные пробки, как пишут очевидцы, через которые никто не может проехать, они тогда выходят из машин и просто уходят пешком, потому что они опасаются, что Талибан действительно начнет репрессии. Они знают это движение своей жестокостью, своими средневековыми нравами. Эти люди также не видят своего будущего в этом религиозном Афганистане. Аэропорт переполнен также людьми, которые надеются вылететь, хотя непонятно как, поскольку в настоящий момент там продолжаются работы по эвакуации американских и британских граждан, как заверяет агенция КНАТО Йенс Толтенберг. Аэропорт Кабула по-прежнему контролируется американскими и британскими властями. Они координируют вот этот выход, эту эвакуацию граждан. Вчера вечером было еще 3000 человек на очереди, скажем так, на очереди эвакуации, но здесь не имеются в виду те афганцы, которые пришли пешком в аэропорт и которые надеются также вылететь. У многих поразила реакция не столько Йенса Столтенберга, агенция КНАТО, которая была достаточно, я бы сказала, скромной. Он особенно не распространялся на темы провала, но у многих поразила пафосная речь президента Макрона, вернее тот пафос, с которым он огласил ту речь, которую он собирается произнести сегодня в понедельник вечером. И это сразу же вызвало крайне негативную реакцию других политиков, в частности евродепутат Схири Мариани. Он сказал о том, что поздно махать руками после драки. Это мой вольный перевод его речей. Он сказал, что нужно предпринимать срочные меры для того, чтобы решать вопрос с афганскими беженцами. И сейчас вовсе не время для пафосных политических речей, на которые так гораст президент Макрон. Надо сказать, что мы не знаем, где находится в настоящий момент Мулла Бородар. Это новый эмир или это эмир Афганистана, потому что, судя по всему, после тех молебнов, которые имели место во дворце президента, там был дружон флаг Талибана. И со вчерашнего дня Афганистан называется Исламский Эмират Афганистана, и его возглавляет эмир. Опять-таки, судя по этим молебнам, которые прошли в президентском дворце, это Мулла Бородар, хотя мы не знаем его точное местонахождение. Некоторые арабские источники пишут о том, что он вылетел в Кабул, после того, как он узнал, что оттуда улетел Ганни. Другие пишут о том, что навстречу к нему вылетел переговорщик доктор Абдулла Абдулла, чтобы оговорить те модальности, в которых будет формироваться правительство. Но это не совсем логично, поскольку теперь Талибану советники, судя по всему, не нужны. Они целиком и полностью захватили власть в стране. И кроме флага и местонахождения Бородара, которое нам неизвестно, то, что мы наверняка знаем, это то, что Бородар обратился с видеообращением к Талибану. Скорее всего, оно было записано из Дахи, и он призвал их служить афганскому народу. Он объявил о том, что война завершилась, война закончилась. Конечно, очень хочется в это верить, что она действительно закончилась. У нас больше нет никакой достоверной информации, поскольку западных журналистов, судя по всему, там больше нет. А те сводки, которые поступают от журналистов на других языках мира, не всегда понятны. К тому же многие афганские агентства новостей, непосредственно афганские агентства перестали функционировать. Они уже не функционируют со вчерашнего дня. Поэтому я решила, что стоит совершить этот сегмент небольшим рассказом о самом Мулле Бородаре. Да, о Бородаре, потому что это весьма интересный персонаж. И пока мы ожидаем его воцарения, как и мира, во дворце президента и дальнейших действий держав, я повторю, что российское посольство остается в Афганистане, в Кабуле. Оно функциональное. И Талибан дал гарантии безопасности всем сотрудникам этого учреждения. Итак, несколько слов про Бородара. Он родился, судя по всему, хотя эта информация не совсем точна и не всегда точна, но, судя по всему, ему 53 года. Он родился в 1968 году. Он родом из Кандагара, из того же паштунского племени, хотя так нельзя сейчас говорить, надо говорить либо из народности, либо из общины паштунов, что и Хамид Карзай, бывший президент Афганистана. Он пытался наладить контакт с Карзаем в 2001 году, когда в страну пришли американцы. Тогда он пытался добиться того, чтобы некие группы повстанцев, которым он принадлежал, были признаны правительством, вернее, они были готовы признать правительство и власть Карзая на определенных условиях. Он передавал Карзаю некое письмо. Эта история достаточно темная, дело темное, дело ясное, что дело темное, как говорится. Но то, что нам также наверняка известно, это то, что он до этого был среди маджахедов, то есть он родом из этой эпохи борьбы с СССР. Потом он переформатировался и стал одним из основателей движения Талибан. Затем, когда американцы пришли в Афганистан, он решил, что ему надо искать контактов с властью, и он был готов признать Хамида Карзай. И дальше его след в истории теряется, а потом он появляется в 2008, простите, в 2010 году, в 2010 году, когда он попадает в плен пакистанцам. Это была совместная операция американцев и пакистанцев. Он попал к ним в плен. И далее его освободили из плена уже американцы, и они переправили его в Даху. Это было в 2018 году. Судя по всему, он находился вот эти годы, с 2010 до 2018 в плену у пакистанцев. И затем по настоянию американцев его перевели в Даху. И там он стал главой офиса по переговорам с Талибаном и по организации той модальности, которая бы способствовала созданию переходного правительства и многого другого. И, конечно же, плавного ухода американцев из Афганистана. То есть он сотрудничал с США, но не только, потому что известно, что он также совершал визиты в Москву и в Пекин. То есть он действовал как дипломат. Судя по всему, он очень опытный дипломат, потому что американцы выбрали его не просто так главой офиса. И можно надеяться на то, что он будет оставаться дипломатом Италии, потому что я верю в мудрость тех, кто его выбирал. Судя по всему, это был Майк Помпео. Сейчас ходят разные фотографии, в частности фотография Майка Помпео с Муллой Бородаром. Конечно же, демократы отрицают свою вину, и они говорят, что все это вина Майка Помпео, все это вина Трампа, что все так сложилось, как сложилось. Но целью этого сегмента не является анализ этого blame game, этой обвинительной игры, потому что я думаю, что, конечно, президент Трамп прав. Если бы он был у власти, то он организовал бы это иначе, это иначе бы организовал Майк Помпео. Они бы обеспечили плавный переход к временному правительству, они бы обеспечили не драматический, а спокойный выход американцев и других иностранцев из этой страны. И я думаю, действительно, то, что произошло, это свидетельство колоссальной слабости и некомпетентности администрации Байдена. Что думаете вы? Напишите мне, пожалуйста. И я также хотела бы поблагодарить всех тех, кто принимает участие в дискуссии, кто ставит лайки и их дублирует, потому что все жалуются на то, что лайки исчезают. Это уже хроническая проблема. И также я хотела бы поблагодарить тех, кто поддерживает мой канал. На этот раз это Маргарита. Спасибо вам, Маргарита. Это Евгения. Благодарю вас, Евгения. А также Дмитрий и Ольга из Флориды. Спасибо большое Дмитрию и Ольге из Свободной Флориды. Это очень приятно общаться со свободными людьми. Всем приятного времени суток и жду ваших комментариев. Субтитры создавал DimaTorzok